В больнице города Усин скончался мужчина, работающий вахтовым методом на месторождении Ниньского округа. Смерть вахтовика наступила от бешенства. Все чаще больные животные стали выходить к людям. В четырех населенных пунктах деревни Макарова, селах Оксина, Устькара и Тельвиска уже введен карантин. Смерть от укуса – тема сегодняшней программы. Нужно ли вводить экстренные меры и как уберечься от неизлечимой болезни? Об этом мы поговорим с экспертами в прямом эфире программы «Полярное мнение». Присоединяйтесь к осуждению и вы. Голосуйте, отвечайте на вопрос. Есть ли пестовая угроза в Ниньском округе? Вам предложено три варианта ответа. Да, нет, не знаю. Отправляйте смс на номер 5533, пишите нау, пробел и цифра варианта ответа. Кроме того, звоните к нам в студию по телефону 2-11-45. Нам важно услышать каждое мнение. Здравствуйте, гости. Я хочу представить вас нашим телезрителям. Сегодня у нас в гостях Игорь Александрович Кисляков, заместитель директора Центра природопользования и охраны окружающей среды. Здравствуйте, Игорь. Александр Витальевич Антунов, руководитель госинспекции по ветеринарному Ниньского округа. И Марина Валерьевна Ивкина, заведующая ветлабораторией станции по борьбе с безопасностью животных. Но прежде чем перейти к обсуждению нашей сложной темы, давайте посмотрим мнение наших жителей округа. Что они думают, опасно ли вообще? Проблема есть у нас в округе или нет? Давайте посмотрим. А как нету-то, конечно, есть. И что? А какая опасность? Ну, они же могут и нечаянно укусить или напрыгнуть. Опасность есть. Ну, конечно, они же могут покусать собак, а те, в свою очередь, могут людей заразить. Ну, наверное, бешенство, раз он кусается. И идти в приемный покой и сдавать анализы на прививку, на уколы. Если ничего не подтвердится, это ничего страшного. Ну, это, конечно, опасно. Ну, я думаю, что сюда они так-то не... В город вы имеете в виду? Да, я имею в виду в город. Там, конечно, опасно. А в городе, ну, мне кажется, сюда не... Тут такое сейчас движение, что побоятся, наверное. Песцы бегают вокруг котлобаки в столовой. Всегда полны отходов. Всегда песцов куча. Всегда бегали. Ну, никто никого не кусал. А тут? Не знаю. Ну, говорят, что сейчас как бы болеют и передается болезнь через животных. Конечно, мне кажется, есть угроза. Конечно, есть опасность. Я думаю, что люди не всегда об этом задумываются. Это опасность не только от песцов, которые на улице по мойкам подходят. Это от собак, которые на свалке у нас живут. Достаточно много их. И люди сейчас весна наступит, пойдут в лес. Потом летом за грибами, за ягдами. И никто не защищен от того, что он не заразится или не покусает его, или бешеная собака. Там больная какая-нибудь, или какой-то зверь. В этом следы у них остаются от бешенства. И контакты какие-то могут быть, которые негативно отразятся на жизни людей, на их здоровье. И детей особенно. И дети в лес пойдут гулять. На первую очередь надо обратиться в медицинское учреждение по этому поводу и сообщить, где это было, чтобы служба, которая отвечает за безопасность граждан, приняла какие-то меры. Это должен произвести отлов собакой, тогда бродячих. Наверное, так же и в отношении диких зверей, которые городу сейчас подходят, в поисках пищи, на свалках, на помойках. Наверное, и городские власти, или те власти, которые обязаны этим заниматься, отловом диких собак, там, ну, не диких имеется в виду, а бесхозных собак и других животных, наверное, должны принимать меры и в отношении песцов. Ну, и других животных, которые могут зайти, и лисиц, черту города. И вызывать опасность для нас всех, нами. Надо беречься просто от них. Но дело в том, что что значит беречься? Если они же есть по факту, значит, какие-то меры надо принимать. Пока об этом пишут в газетах, на телевидении. А вот не слышно, как на это реагируют органы власти, которые что-то должны предпринимать. Пока кроме советов каких-либо, ну, ничего реального нет, на мой взгляд. Александр Витальевич, вопрос вам. Вот насколько критичная ситуация в округе? И что значит, вот, объявлен карантин? Какие мероприятия за этим стоят? Ну, вот сказали, что экстренные меры, какие принимаются, в принципе, по заболеванию бешенством у нас законодательно предусмотрены меры, которые должны приниматься. Они предусмотрены законом ветеринарии. Это введение в установление ограничительных мероприятий карантина на невылочной территории. То есть там, где был зафиксирован случай заболевания животного. Эти меры, они предусмотрены. Понятно, что есть, помимо законодательства, еще меры, которые можно было принять. Например, вот в законодательстве была норма установлена, то, что граждане вольны, то есть добровольно могут регистрировать животных. То есть это не обязанность, а право человека. Вот. Сейчас в законодательстве этой нормы нету, и мы хотим, сейчас идет разработка законопроекта, как раз посвященного регистрации животных. Это и электронная идентификация, то есть будет регистрироваться каждое животное, учитываться каждое животное. Это скажется и об объеме наших противопиазетических мероприятий, потому что часть животных не может быть вакцинирована из-за того, что мы не знаем его владельца, не знаем нахождение этого животного, где оно проживает. Вот. И этот учет, он как бы сейчас остается неполным. Мы хотим это исправить, чтобы обеспечить полноту, обхват всех животных, всех домашних животных, собак и кошек, и всех вакцинировать. Вот. Это есть, существует пробел над ним. Надо, конечно, работать и исправлять его. И вакцины, и обеспечивая всех. Сказано, что про диких платоядных. Действительно, и с ними надо работать. И одно из мер сокращения численности диких платоядных, это прописано в рамках противопрессивных мероприятий, когда каротин накладывается, идет на неволочные территории снижение их численности, чтобы предупредить их распространение заболевания, предупредить заражение от животного к животному. Вот. Мы думаем, что нужно наблюдать еще и о численности вообще плотности животных, ну, я вот конкретно говорю о диких платоядных, это песов и лис на всей территории округа, чтобы есть определенный норматив по площади, сколько должно быть песов и лис на одном квадратном километре в гектаре. Вот. Этот расчет, зимний маршрутный учет делает у нас учреждение, подвесное департаменту предыдущих ресурсов. Вот. Если норматив превышен, то у нас есть все основания, чтобы уменьшать эту численность. Ну, раньше эти полномочия были в Архангельской области, поэтому тут тоже были пробилы, и зимний учет, вот, наверное, в протяжении двух лет последних, когда Архангельская область исполняла, не учитывался. Поэтому и численность тут плавала. А мы можем как-то, есть такие, да, полномочия, обязать каждого владельца прибить свое животное. Как это будет непонятно происходить? И как вы узнаете, кто у кого, да, есть в домашнем хозяйстве? Ну, эту норму как раз мы хотим предусмотреть в окружном законодательстве. Мы сейчас рассматриваем, да, на примере других субъектов, как принимается. Есть там, конечно, и добровольное, то, что было и раньше в федеральном законодательстве. Мы хотим все-таки меру обязательной регистрации ввести у нас в округе. Это будет электронная идентификация, это чип и также и простая бумаги, журналы регистрируют каждое животное. Понятно. Игорь Александрович, а как вы контролируете ситуацию? Есть ли у вас какие-то полномочия? Ну, ситуацию, вот я вам могу сказать по ПИСОВам, значит, ПИСЕС. У нас в этом году буквально недавно сотрудники нашего учреждения получили лицензию, коллективная лицензия на отстрел ПИСОВ. То есть любые жители округа, любой житель округа может присоединиться к этой тематике, потому что все это там как бы хорошо прививать, чипы, но у нас ПИСЕС приходит прямо непосредственно к домам. То есть вот я тут из комментариев слышал, что машины ездят, то есть они сюда не подойдут. Вот если дикий ПИСЕС по опыту, он не боится ни машину, то есть если он больной, ни снегохода, никуда. То есть он подходит к домам и спокойно там себя чувствует. Ну, ведь еще у нас не только ПИСЫ, да, болеют в бешенство, у нас же могут и крысы, и мыши быть. Мы вообще говорим о проблеме, потому что а у нас и бездомные животные есть, дикие животные, даже хозяйствия. Да, бездомные животные, поэтому я вот сейчас говорю вот о том, как Центр становление. Я думаю, что какие-то предложения мы все-таки получим от жителей, то есть будем созваниваться, узнавать, как вот они считают, как может они что-то подскажут. Вот пока вот начинаем с ПИСОВ. А отстрел будет в черте города или какой-то лесной зоне? Лесная, лесной массив, я думаю, что в черте города все-таки здесь нужно отлавливать таких, ну и жители, я думаю, что должны все-таки своевременно сообщать, о том, что если появились где-то дикие животные, то есть, да, или по их мнению, что это дикие, лучше сразу позвонить, и вот тогда специалисты приедут, потому что нельзя вот это вот просто так вот проходить. Детей очень много на улицах, вот особенно это, вот это очень сказывается на детях, то есть они не могут ни отбежать, ни так далее. Мне кажется, порой мы сами провоцируем этих животных, да, прикармливая. Вот это вот, да, то есть бывали случаи, что не только песцов прикармливают, но даже белых медведей, то есть выкидывают еду, что говорит тогда о этих животных, выкидывают корм, ни в коем случае нельзя этого делать, то есть случается, что он приходит уже как к себе домой этот песец, а потом возникают проблемы, о которых вот сейчас вы только что говорили. Угу. Ну, вы, наверное, слышали о том вопиющем случае, который я вот в начале нашей программы озвучила, о мужчине, который погиб, да, ну, предположительно, он погиб от бешенства, еще, наверное, это будет выясняться, да, но симптомы у него были. Вот, Марина Валерьевна, хочу спросить вас, вот какой период есть у человека, да, которым он может еще поставить себе укол, да, вот я, насколько я знаю, в детстве ставили 40 уколов, меня тоже пугали, да, не перекармливая, то получишь 40 уколов, сейчас сколько делают уколов, и была вот у мужчины, был ли у мужчины шанс вот на выздоровление, или это болезнь вообще не излечима? Ну, что хочется сказать, что бешенство, это болезнь вирусная теология, которая действительно проявляется тяжелейшими расстройствами полиэнцефаламиелитом, клиническими признаками, характерными для полиэнцефаламиелита. Это что такое, вот если русским языком? Да, русским языком это, значит, симптомокомплекс, который характеризует расстройство со стороны нервной системы, либо это у животного, либо, ну, не знаю, в данном случае о человеке, наверное, мы не очень полномочены рассуждать о человеческом аспекте данной ситуации, да, мы больше как-то по животным вообще-то. Но вообще у школы, если конкретно об этом поставлен вопрос, то, конечно, всегда надо действовать в соответствии с правилами, в соответствии с законодательством, в соответствии с теми мероприятиями, которые нам рекомендуют медики. Ну, во-первых, если получился укус, то обязательно сразу надо обработать, если это в область кисти рук, да, как вот описывает нам пресса в данном конкретном случае, да, по данному имущество, надо было обязательно вымыть руки мыльным раствором, потому что он растворяет липиды, и в течение мыльный раствор, в течение одной минуты, согласно научным данным, теоретическим и практическим, он губительно действует на вирус беженства. Значит, вымыть руки мыльным раствором, обработать одним из дезинфицирующих средств, например, ну, 45-70% спирт, 5% спиртовой раствор йода, и незамедлительно, конечно, обращаться в медицинское учреждение, обязательно полностью рассказать анамнез, то есть всю историю, как, чего, когда, где произошло, да, произошел вкус, и, соответственно, уже медицинские учреждения принимают меры по проведению курса профилактической или лечебно-профилактической вакцинации, это обязательно. Обратиться надо как можно быстрее. Не могу сказать в отношении медицинских каких-то моментов, могу сказать о ветеринарии. У нас аналогично, мы же параллельно с медиками в этой ситуации работаем, это понятно. Значит, в отношении ветеринарии могу сказать, что если, ну, домашнее животное, скажем, имело контакт с представителем дикой фауны, например, полярный бесед, действительно, который является основным вектором распространения инфекции у нас в нашем регионе или с лисицей. Да, если укус произошел, то незамедлительно надо тоже обращаться на ветеринарную станцию и как можно скорее, чтобы животное получило профилактическую, так сказать, прививку, первую дозу. Там, значит, согласно нашей нормативной документации, вакцинация должна, профилактическая, значит, уже можно сказать вынужденная, она называется у нас вакцинация, которая проводится с животным после укуса, она должна быть проведена в течение 48 часов первая, а последующая вынужденная через две недели. Но, как бы, может быть, стоит сказать о том, что в практике нашей работы был не один такой случай, что, да, владельцы своевременно обратились за ветеринарной помощью, вакцинация была проведена там до истечения периода 48 часов, и все равно животное заболело и погибло от бешенства. Поэтому это прогнозируемо как бы очень сложно прогнозировать, да, непрогнозируемо. Это первый момент, ну, еще и такой момент, что, значит, чем ближе к голове находится рана или место укуса, там, тем быстрее, да, вот, например, был случай у нас с такой собакой в городе Наринмаре, когда укус пришелся в область спинки носа, и вроде бы своевременно была проведена первая вынужденная вакцинация, и тем не менее нос, это очень близко к голове, и буквально, вот, ну, как по-научному, как по книге, через две недели у собаки, вот, мы наблюдали классическое наступление, появление клинических признаков бешенства, вот так сказать. Они потом как у вас остаются, вот, животные, да, или обратно возвращаются хозяев? Нет, 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 на это тоже, это все прописано законодательством, на это тоже есть определенные моменты. Значит, вы каких животных имеете в виду? Которые имели контакт с диким зверем? Да, 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 домашние животные. Значит, домашние животные, которые имели контакт с диким зверем, они должны находиться на изолированном содержании под наблюдением ветеринарного специалиста с осмотром в течение, буквально, три раза в день законодательство нам приписывает проводить клинические осмотры этих животных, но и в течение месяца. А вакцинация, она бесплатная? Вакцинация против бешенства, да, бесплатная. Вот. А есть другие случаи, например, если животное, там, собака проявила агрессию по отношению к человеку, да, например, укусила, там, или кушка царапала, накинулась на человека, то тот другой момент, значит, животное помещают на изолированное содержание на 10 дней. То есть, это тот период, если вот эта вот некая агрессия и есть проявление уже наступающего бешенства, то в течение 10 дней у животных разовьются яркие, типичные признаки бешенства. если же признаков бешенства не, значит, не разовьются в течение 10-дневного, ну, или 2 недели, там, по европейским, да, нормам, то животное подвергают вынужденной вакцинации и все равно оно находится под наблюдением до 30 дней на изолированном содержании. А есть ли у вас какая-то информация, может быть, на сайте, в какое время, где можно сделать эту вакцинацию? Как-то информируется, информирует вообще жителей? Вакцина? Да. Вакцина? Ну, все, которые видели сюжеты, мы, как бы, озвучиваем и телефон, и если размещено это в публикациях, Нарьяна Вендер, в конце там все равно мы указываем телефон, куда обращаться в случае, ну, в случае необходимости, если было нападение собаки или песа на человека. Вот, памятки мы также разработали, они находятся в каждом муниципальном образовании, там тоже все данные адреса, куда обращаться, как поступать в том или другом случае. Вот, то, что сказала Марина Валерьевна, как обрабатывать, как обращаться. Я просто хотел добавить, что кроме того, что обратиться в медицинское учреждение, это 100%, это необходимо сделать сразу, как можно быстрее, потому что срок инкубационный от момента заражения до проявления признаков, он разный, многое зависит, недовольно есть особенности. Вот, нужно также обязательно и в ветеринарную службу, потому что мы должны по крайней мере найти это животное, узнать его контакты с другими животными, может быть, с человеком, то есть, насколько возможно поднять информацию, что касается контактов этого животного с другими еще людьми. Вот, всю информацию мы, кстати, передаем и в Роспотребнадзор, то, что мы владеем, они с нами тоже делятся, вот, и в службу Роспотребнадзор, то есть, то, что предусмотрено законодательством, мы, как бы, тоже выполняем. А взаимодействие, например, с управляющими компаниями есть? У нас, например, информация висела на каждом подъезде, да, потому что такая ситуация, не взаимодействуете с управляющими компаниями? Ну, мы больше взаимодействуем, наверное, с главами это с городом, потому что все остальные компании, управляющие подведомственной Ай, и как бы работаем больше через них. Но, конечно, мы в своих и в письмах, и в служебных письмах прописываем, что кого они должны предупредить. Это и школы, и садики, и какие меры защиты от проникновения животных должны быть соблюдены и к ограждениям, и к ремонту заборов, и того остального, чтобы как-то защитить именно эти учреждения. Ну, не только как бы от песов и от безнадзорных собак, нападают не больные животные и тоже причиняют ей здоровье. Игорь Александрович, вопрос вам. Вот скоро у нас самое популярное и любимое время отдыха, лесной отдых, скоро начнется пора, вот скажите, как себя обезопасить от встречи с диким животным? Вот вы будете проводить отстрел, какая-то будет протяженность, да, вот эта территория отстрела? Протяженность отстрела, я думаю, что протяженность это как-то такого не будет, то есть по путям миграции, то есть скоплением, я думаю, вот по таким местам будем выезжать, но а вести себя я еще раз хочу обратить внимание, ни в коем случае увидел песца, лесу, вот, если вообще-то дикий зверь, он всегда боится и технику, если он не болен, ничего, и технику, и человека, он старается скрыться, если же, вот как недавно случай был, у нас песец начинает проявлять агрессию, то есть бежит прямо на технику, то есть на человека, понятно, что он нездоров, то есть здесь лучше всего отойти, уйти, скрыться, то есть неважно, дерево там, книгоход или что-то еще, машина, вот, ни в коем случае самим не любопытствовать, не подходить, не кормить, то есть вот это самое основное, то есть не дать приблизиться животному к себе. Я вот только не понимаю, почему вот бешеное животное, оно бежит вот к людям, да, кто там у него срабатывает? Ну, это потому что клинические признаки, самые первые клинические признаки проявления того, что животное больно убежит, именно дикое животное, оно теряет свой основной инстинкт, то есть страх перед людьми, перед собаками, перед человеком, это как бы один из признаков проявления вот разрушительного действия вируса в организме песца, например, или в весице, или кого-то там еще другу, ну, скажем так. а если все-таки он решил на тебя напасть, вот как действовать? Ну, подручные средства какие-то имеются, то есть защищать все равно себя надо, то есть нога, вот если уж ничего нет, пинать, ну, я не знаю, вот что имеется под рукой, пол, палка, лопата, ведро, ну, все, что есть по возможности, это, я думаю, должно идти на самосохранение у человека тоже должен быть, то есть это обязательно важно. Только что при любой опасности, наверное, все-таки и с ним самосохранение должен быть, и тем более, видите, люди говорят, что действительно заправление опасно, то есть они как бы и знают, и что надо обращаться в медицинское учреждение, ну, вот, и представляют уровень опасности. А я хочу напомнить, что у нас было объявлено голосование, вот результаты вы видите, да, есть ли пестовая угроза в Ненецком округе, было предложено три варианта ответа, да, нет и не знаю. Видите, наверное, все результаты голосования на экране. Ну что, значит, мы, мы вот выяснили, да, что нужно сделать вот человеку, если его укусило животное, все-таки шанс есть, хотя говорят, неизлечимая болезнь, надо в кратчайшие сроки обратиться к врачу, да, у нас тоже эта вакцина остается бесплатно для людей, да, и она всегда и в свободном доступе, вот мне интересно, куда я должна обратиться, 0,3 я позвонила, да, приехала скорая помощь, меня забрала, да, и что они? Везли в приемный покой или к хирургу, к травматологу в данных случаях обращаются. А сколько уколов, если не секрет, сейчас ставят? Не 40? Шесть уколов, есть своя схема, срок порядка трех месяцев после интервалов первый день, через три дня, через неделю, через две недели, месяц, по-моему, завершение идет три месяца. Вот и все, в принципе. Но это тоже не факт, что тебя спасают. Это не просто шанс, это, ну, скажем, единственный сполмер. Да, единственный верный единственный способ самосохранения, да. Ведь мы вот сколько наблюдаем тоже статистику, как бы, вот я читал недавно по Челябинской области, там достигалось около тысячи нападений собак, животных на человека, ну, в течение года. В течение года, вот, и все обратились за помощью, ни специального случая не было, имеется в виду, а могли ведь там быть и больные животные, и собаки, и дикие, вот, выяснить, какой процент был больный, конечно, он небольшой, но он все равно был. Все обратились, все прошли курс лечения, и случаев смертельных не было. Это по другим властям то же самое. Но у нас в Январе в округе достаточно этой вот вакцины, да? Не будет такого случая? Мы только про ветеринарную службу можем сказать, да. Ну, наверное, да. Всем хватит, да, если кого упустили. Ну что, а вот в некоторых городах, вот я сегодня, когда готовилась к эфиру, вычитала такую информацию, с конца января начинается отлов животных, да, диких. Вот как у нас с собаками дела обстоят? Будем ли мы их отлавливать или отстреливать? Или пока только известно о писах информации. Они же тоже переносчики, да? Ну, наверное, это они переносчики. Я могу сказать за свою службу, то есть вот задача по писам поставлены, по собакам, ну, наверное, какая-то есть, здесь, наверное, у городской администрации есть какая-то, есть какие-то службы специальные, которые отлавливают здесь диких собак. Вот. Ну, я думаю, что это не менее опасно, как и писец. Ну, потому что писец ведь тоже может укусить и собаку, да? Да, 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 да. И собаку, и везде. То есть наблюдать, что служба должна быть, это однозначно. Я вот не знаю, кому она ответить. Кто вот за этим должен следить? Ну, этим занимаются сейчас станции проблем с болезнями животных. Есть отдел по отлову и содержанию безнадзорных животных. Вот. Они занимаются этой деятельностью. Есть разные мнения по ее деятельности, этой службы, этого отдела. Вот. Мне не есть, что недостаточно. Есть, наоборот, жалобы, что проявляется жестокость, что больше, да, излишняя. Излишняя. Вот. Было, знаете, такое мнение, что определенное количество животных, безнадзорных животных, они являются определенным буфером от проектирования диких животных в населенные пункты. Действительно, тут есть определенная логика. Вот. Но, с другой стороны, мы не всегда часто, не всегда знаем, с кем это животное контактировало. И действительно, безнадзорное животное, которое имело контакт, и мы о том контакте не знаем, определенный минус такого замеренного действия, да, вот, где оно проявится. Поэтому, конечно, честь, иначе, должна быть отрегулирована до такого безопасного состояния. и для проживания людей комфортного и безопасного состояния. У нас, на самом деле, очень много, да, вот таких бездомных собак, прям целыми стаями они. Если в городе, еще в центре города и не так, да, сильно, то у нас пройтись там в том же новом поселке, нам страшно проявить. Да, но стая есть своя фидеологическая особенность. Это, наверное, вопрос не к собакам, а к владельцам животных. Наверное, вот так вопрос надо ставить. Ну, владельцы, они могут сегодня собаку завести, завтра она на улице. Я думаю, что, наверное, какой-то все равно просчет должен быть в этом вопросе. То есть, так же, как вот коллега сказал про песцов на квадратный километр, там, здесь, наверное, тоже как-то нужно учиться. Сколько вот собак у нас диких примерно сейчас? Ну, наверное, никто не скажет. У нас диких собак нет. Ну, бездомных. Безнадзорных. Безнадзорных, бездомных. Ну, вот они, никто, например, сказать сейчас не сможет. Вот, количество того, сколько у нас собак вот таких. А дикие собаки ничем от бездомных, которые тоже болеют, да? Не знаю, я только знаю дикую собаку Динго. Ну, безнадзорные собаки, кошки, это животные, которые находятся в общественном месте без безнадзора человека. оно как бы из самого определения безнадзорное. Вот. Она не на привязи, оно без человека в общественном месте. Оно уже признается безнадзорным и подлежит отлову. Ну, это и есть и наш окружной порядок, и, в принципе, это и именно такие формулировки применимы к этому животному. А что вы нам вот порекомендуете зрителям, если, например, они заметили неадекватное поведение животного, куда обратиться, куда позвонить? Позвонить на ветеринарную станцию СББЖ. Телефон, не помните? Телефон 230-28, 230-26, 230-24, 25. Ну, сейчас я почему так называю новое здание, как бы телефоны там последними цифрами отличаются. Вот. В любом случае вас соединят с этой службой или этот телефон, куда выйти, и, в принципе, сигнал в любом случае будет зафиксирован. А если, например, животное укусило, то немедленно нужно сообщить, да? Нужно себя как-то обезопасить? Ну, сейчас у нас может появиться такие многочисленные звонки, да, у людей, и будут все бояться вот этого смертельного укуса. Как вы думаете, лучше, наверное, обратиться, да? Если собака, он же не может определить сразу бешеное, не бешеное, укусило, то нужно сразу, да? Да, надо сразу обращаться. Действительно, определить больное животное, не больное, это сложно. Вот. На другом случае, если какая-то угроза есть и какое-то неадекватное поведение, надо реагировать. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Спасибо вам большое за интересную информацию, нужную, полезную. Это была программа «Полярное мнение». Встретимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова